друзья добрый день я рада вас видеть на своем канале и сегодня у нас очень интересная тема мы будем говорить о ландшафтных светильниках всем кому эта тема интересна обязательно оставайтесь подписывайтесь на мой канал не забудьте поставить лайк этому видео потому что она супер полезная и поехали друзья мы с вами прогуляемся по светильникам по светильникам да по я расскажу вам какие модели мне очень понравились над какими моделями стоит подумать и вообще может быть вам тоже эти светильники понравятся и вы обязательно примените их в своих проектах первый светильник на который мы обратим внимание это фабрика иль фанале опускайтесь вместе со мной смотрите какая красота да зимой их засыпает но он невероятно приятный на ощупь и хочется гладить на нем можно посидеть и именно в лесном варианте когда мы его интегрируем в лес вокруг мхи у нас тут стефанандра скоро его частично закроет он очень органично вписывается в лес и вы знаете в такие очень природные ландшафты у него теплота свечения 3000 кельвинов все как я люблю это такой не холодный не теплый очень естественный свет мы как правило все светильники заказываем с такой теплотой свечения и он невысокий всего его высота 42 сантиметра но тем не менее интеграция в лес и в природный ландшафт я считаю стопроцентная друзья следующий светильник на который мы обратим внимание это светильник фабрики эрка его максимальная мощность 12 ватт смотрите какой нежный свет от него поступает на камень мы используем его для небольших кустарников и вот такой вот интеграции с камнями получается нежный рассеянный свет то есть стопроцентная интеграция с лесом друзья наш следующий светильник я уверена что многие из вас его знают любят это светильник фабрики royal botany он сделан из картин металла его высота 70 сантиметров ширина длина 10 на 20 то есть такая очень компактная интеграция и он стал частью леса следующий светильник это светящиеся дерево фабрики belux 3000 кельвинов мягкий природный свет все как мы любим мы его интегрировали в заросли крушины она скоро разрастется и тоже очень нежно сольется с этим светильником светящимся деревом я к этим светильником больше отношусь как к неким малым архитектурным формам светящимися такими яркими пятнами которые привлекают внимание но на самые видимые места мы предпочитаем их не ставить а все-таки тоже интегрировать нежно деликатно в лес друзья следующий светильник компании сей люкс я думаю что он тоже вам знаком он очень мягкой плавной формы такой перетекающий мы его интегрировали в отмостку на дорожке но видите немножко отодвинули чтобы свет от него падающий попадал на дорожку очень мягко через цветник здесь вы видите как он попадает через котовник это литой алюминий и фабрика может изготовить его по любому уралу который вы запроектировали у него очень нежное название он называется оливио его тоже очень приятно трогать даже гладить и в ландшафте он выполняет очень такую мягкую роль интегрированного светильника такого плавного элемента который как раз тоже хорош в природных ландшафтах ну и сама графика архитектура если вы посмотрите чуть вдаль цветника особенно идеально спилена колотым серым гранитом в окантовке дополняют друг друга как вы видите в этом ландшафте собраны достаточно разные по дизайну светильники но собраны вместе в чем их схожесть однозначно в тактильности до них до всех очень приятно прикасаться и второй момент о котором я хочу сказать они все очень мягко интегрированы в природный ландшафт какие-то светильники видно ярко какие-то наоборот спрятаны в этот ландшафт и создается общая вечерняя картина сада у меня кстати есть еще пять светильников в этом же проекте который бы я вам с удовольствием показала но я должна знать что это видео вам интересно и светильники вам интересны поэтому обязательно комментируйте чтобы я снимала для вас новые видео про ландшафтную подсветку жду ваших комментариев оставляйте лайк под этим видео и до встречи в новых выпусках пока пока в следующий раз Продолжение следует...